всем доброго времени суток дорогие друзья с вами the dog father сегодня мы продолжаем проходить кампанию за японию и это вторая миссия в этой компании хотелось бы сказать спасибо подписчику сандексу за совет поиграть данную игру так что ставь лайк если смотришь а мы будем смотреть напомню то что в прошлой миссии мы получать захватили вот эту крепость разбили там все что можно было разбить вот у нас тут диалог мототада и кто-то персонаж главный не помню хиширу как ты вот так зовут восстание нам нужно уничтожить армию роста но если серьезно так что нам надо подсказку так освобождать нужно силенцев и развиваться и как понимают эти там освободим по ходу на карте будут еще такие же вот маленькие поселения в тюрьме где мы должны будем освобождать пленников возможно воинов христиан так далее с этими мы сейчас разберемся в легкую в принципе мы уже разобрались с ними давайте выносить это сооружение которое представляет из себя тюрьму давайте сразу закажем наши экономические штуки которые мы оставили себе на вызов надо быть сюда наверно ставь рисовое поле так уничтожить так много деревень как ты можешь перед уезжучим прибывать короче надо уничтожить деревни и сверху у нас таймер 11 минут 42 секунды армия уезжучий прибудет получается через данное время а до этого нам нужно уничтожить эти три деревни я так понимаю не думаю что у нас это получится ну давайте попробуем кстати да я поставил камеру как меня просили то есть установил самую дальнюю точку обзора поэтому если вам комфортно пишите тем временем наши щели они создаются давайте поставим замок аванпост наш мало ли сейчас кто-нибудь припрется и надает нам по голове вот пожалуйста здесь аванпост не так просто я так понимаю разрушить эти деревушки у них там и казармы и аванпост и городской центр и войны есть это что такое рынок эти два всадника пусть панику здесь все это эти пусть выносит аванпост вишневый сад это не рисовое поле я извиняюсь ну в принципе неплохо они выносит аванпост замок уже больше половины сломали я думаю что в скором времени доломает вторую половину то есть не так сложно и понимаю я так понимаю вынести эти деревни за девять минут у нас есть принципе время все попробуем хотя наверное мы вынесем только одну деревню с конечно мы еще и и вынесем так прибыла наша рикша риса давайте еще крестьянными побольше не хватает нам ресурсов чтобы улучшить рисовое поле не хватает еды чтобы нанять больше крестьян у нас на дереве никто не работает 6 на идея 6 на золоте 0 на дереве очень печально болен в городском центре кто-то засел теперь нас отстреливает это мне не нравится такая тактика 400 дерево надо чтобы улучшить стены до каменного уровня дерево у нас нет давайте 5 застрельщиков наймем конечно я бы крестьян лучше на нему но боюсь что кто-то может прийти у нас здесь никого у нас здесь только башня есть то есть аванпост и все так это кто там вышел самураи спрашивается зачем он меч если они ногами бьют давайте четырех крестьян начинаем вообще надо бы еще клад по карте пособирать и построить аванпосты чтобы нам капал опыт или ресурсы хотя бы но келла лишним не будет блин осталось 6 минут не думаю что мы успеем вынести вторую деревню до прибытия армии уезжучий ну наконец-то интересно интересно это будут поселенцы или воина я про тех кого мы спасем из тюрьмы поселенцы и два кстати застрельщика 10 на дереве 10 будет на идее 6 у нас на золоте и тех четверых мы тоже на золото отправили чтобы везде по 10 было люблю такую вот равное число не люблю когда у меня непонятно сколько где работает просто ненавижу люблю контролировать вплоть до количества поселенцев которые работают на том или ином виде ресурсов скажем так давайте наверное начнем сокровища собирать доломаем дом все равно я не думаю что мы за 4 минуты успеем уничтожить уничтожить вражескую деревню с тем войском которые у нас сейчас находится под руководством потому что реально будет сложно это сделать мы эту деревню минут пять выносили а у нас уже три три с половиной минуты осталось грубо говоря фургон не хватает средств чтобы вызвать банк с фургоном голландский смотри святыни могут у нас еще производить опыт я так понимаю это умение которое мы отправили через деку как называется провизии карточкой то есть раньше такой фигни не было там только было дерево еда и золото я не понимаю что за желтое желтые пятна на карте в основе все торговые должности вдоль торгового маршрута то есть восстановив все торговые точки я получу еще войну да ну давайте попробуем попытка не пытка повесить я не у душ он Минута 45 тем временем у нас осталось. Мы не успеваем, но хотя бы достроим все вот эти торговые маршруты, хотя бы так, и подсоберем хоть какую-никакую армию, я просто даже не знаю какая армия прибудет там, большая, небольшая, сможем ли мы ее вообще одолеть теми силами, которые у нас сейчас есть. Надеюсь, что сможем, просто у нас уже приличное такое войско, вот здесь 15 человек, ну то есть здесь 10, еще 5 сейчас создастся. Вот еще самураи какие-то, хейтамоту и плюс вот эти вот товарищи. Так что армия у нас нормальная, плюс мы можем вызвать ополчение на всякий случай, вернее в крайнем случае ополченцев сможем вызвать, если что-то пойдет не так. Так, надо бы еще забор улучшить. О, могу банк вызвать. Давайте к деревню выступать тогда, 17 секунд осталось. Не думаю, что деревня просто исчезнет и все. Можно было бы вот этих сухеев создать, но что-то сомнительное дело, они не обучены. А обучать их долго и слишком затратно. Блин. Ничего такого не могу вызвать. Надо и перейти в новую эпоху, и улучшить стены. В принципе, не такая большая армия, но у нас равная армия по количеству примерно. Но у них там какая-то херня активирована. То есть вокруг воинов, если вы могли заметить, какие-то ареалы. Вот эта херня белая. То есть оно дает им то ли преимущество какое-то в бит, то ли что, я не знаю. Клин, а я правильно делаю то, что я сейчас иду на деревню или нет? Просто он как бы выдвигается в мою сторону, а я здесь что-то ковыряюсь. В принципе, с таким большим количеством воинов, я думаю, что смог бы разрушить его деревню достаточно быстро. Но видите ли, он тоже тут не сидел сложа руки и развивался, как вы видите, у него и стены, и воины. Блин, этот тип на меня уйдет. Это плохо. Блин, дома. Быстро мне дома наклепайте. Ребята. Сейчас уничтожим крестьяна. Что он делает? Он ходит вокруг деревни. Все равно не могу вызвать. Вернее, построить новых воинов. Собирай дерево. Не зря же я его высылал вам. Так. Да что такое? Опять не хватает. Чудо. Так, ладно. Сейчас доломаем эту деревню и пойдем к себе домой. Потому что он, он уже идет. Да? Так ты золото производи. Ты дерево производи. А ты еду. Так, все, идем. Здесь надо создать. Блин, он уже подошел. Смотрите, тут еще оказывается есть какой-то лагерь, который можно было освободить. Блин. Печаль, беда. Что делать? Уходим, уходим. Ну и ребята, что-то не успевают подойти. А этих уже просто-напросто раскидали, как вонючих тварей. Блин, они жесткие какие-то. Может мне надо генерала их убить? Давайте создадим ополчение. Да, генерала убил, видите, и у них пропала обилка о том, что вокруг каждого вот этот белый ареал крутится. Давайте разбейте их полностью. Смотри, пришел, блин. Ублюда. Ой, все что ли? Да ладно. А я думал, надо будет вынести еще ту деревню. Ну что ж, вот такая вот была серия. Спасибо, что смотрели, дорогие друзья. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Комментируйте, пишите. Может быть, у вас какие-то есть пожелания, советы или вообще что-либо, если есть вам написать, то пишите. Так, давайте мы изучим новые карты. Так, вот это хочу, вот это хочу. Ларису Ивановну хочу. Так. Давайте тоже ее откроем. И напихаем то, что мы только что открыли в наш комплект карт. Пока что уберем вот этих всех воинов. Напихаем то, что мы открыли. И на оставшиеся свободные карты мы напихаем наших воинов. Так. В принципе, все. Давай пять лучников, пять застрельщиков. Вот этих конных ребят. Еще одну. Ну давай-ка. Вот этих, наверное, вот тоже кавалерий. Ну что ж, спасибо, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok